Я и мой коллега являемся авторами серии книг «Человек и его мировоззрение», состоящей из трех томов. Для нас большая честь вместе с одобрением Министерства образования и науки Украины принимать участие в преподавании этики в украинских школах, институтах и университетах. Прежде чем кратко изложить вам содержание упомянутых книг, мы хотели бы представиться. Меня зовут Джон Леннокс. Я профессор математики Оксфордского университета в Англии. Кроме того, я преподаю математику и философию в колледже Грин-Темплтон. Меня зовут Дэвид Гудинг. Я почетный профессор греческого языка Королевского университета в Белфасте и член Королевской Ирландской Академии в Дублине. С Украиной мы сотрудничаем уже несколько лет. В начале 90-х я имел честь быть приглашенным Академией наук Украины, посетить некоторые университеты и научные центры страны, а также выступить с лекциями моих научных исследований в нескольких институтах. Мы побывали во многих регионах Украины, и нам было приятно заметить, с каким энтузиазмом ведется обучение молодежи и детей в школах. Мы с удовольствием делились с учениками и студентами главными принципами этики, вместе обсуждали различные этические теории. Как ученые скажу, абсолютно очевидно, что наука затрагивает множество уже известных этических проблем. Вспомним хотя бы открытие Эйнштейном выдающегося закона взаимосвязи массы и энергии. Человечество сразу увидело в этом возможность получить огромный источник энергии. Так была получена ядерная энергия и направлена в первую очередь на создание атомной бомбы. Некоторые ученые позже осознали, что важнейшее научное открытие пошло на создание оружия массового уничтожения. Из этических соображений ученые решили остановить работу над этим проектом. Они считали неэтичным использовать физику с такой целью. Однако другие ученые, как известно, завершили этот проект. В результате атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Конечно, это дело прошлого. Но, возвратившись к нашим дням, легко заметить, что особенно в медицине существует немало этических проблем, которые вызывают интерес человечества в целом и особенно у молодежи в школах и университетах. Например, проблема генной инженерии. «Имеем ли мы этическое право позволить, чтобы человеческий эмбрион развивался в лабораторных условиях, а затем был использован для пересадки органов?» Какие этические критерии возможны в этом случае? Ведь это не что иное, как манипулирование генетикой человека с целью влияния на характеристики будущих поколений. Кто должен определять этические основания таких экспериментов не только в физике и медицине, а во всех сферах? Существует всеобщее научное мнение, что люди разрушают свою планету. Мы отравляем воздух, истребляем леса, содействуя тем самым увеличению размеров пустынь. А что можно сказать об этической ответственности перед детьми и внуками? Эти вопросы ставит перед нами наука. Позвольте добавить. Этические проблемы, поднимаемые учеными-христианами, действительно очень важны. Но следует заметить, Некоторые этические вопросы, существовавшие раньше, в течение многих веков, будут существовать и в дальнейшем. Одна из таких проблем – имеем ли мы, человеческие существа, выбор вообще? Возможно, наш мозг – запрограммированный продукт биогенетики. А может, это обычное сочетание химических или электрических явлений, которые вообще не оставляют нам никакого выбора? Еще древние греки задумывались над этим вопросом. Знаменитый древнегреческий драматург Софокл написал пьесу, в которой акцентируется на следующем. Имеют ли люди какой-то реальный выбор? Могут ли они принимать решения, руководствуясь своими этическими принципами? Или, быть может, что бы они ни делали, ничего изменить нельзя, поскольку во Вселенной все уже спланировано и определено. Обратимся к нашим будничным делам. Например, одна из присутствующих здесь женщин решила пойти в магазин и купить себе новое платье, потому что ее муж захотел сделать ей такой подарок ко дню рождения. И вот вы решили купить себе платье зеленого цвета. В магазине продавец предлагает вам разное платье, но вы настаиваете, «Нет, нет, я хочу именно зеленое». Свободны ли вы в своем выборе? Кто-то из философов ответил бы, «Да, вы свободны выбирать, и никто не может заставить вас покупать платье другого цвета». Но вместе с тем они могут добавить. С другой стороны, вы не свободны. Если бы вы могли вспомнить все свои прошлые деяния, хранящиеся в вашей памяти, все, что случилось с вами в течение вашей жизни, ваше физическое состояние и тому подобное, то можно было бы сказать, что вы купите только зеленое платье, так как у вас не было другого выбора, и ваш макияж побуждал вас выбрать именно зеленое платье. Здесь возникает большая проблема. Если бы у нас не было выбора, настоящего выбора, тогда нам не нужно было бы отвечать за наши решения. Но если вы говорите, что могли бы сделать и так, и так, то это значит, что у вас есть некоторая свобода выбора. Это давняя проблема. Не так ли, доктор Ленокс? Вы затронули очень интересный вопрос. Проблему выбора. Если посмотреть на него с точки зрения школьной практики, то большинство учителей, по крайней мере интуитивно, чувствуют, что у человека все же есть выбор. Приведем такой пример. В наше время чрезвычайно большие возможности предлагает интернет. Вы, как преподаватель, дали задание своим ученикам или студентам написать сочинение на какую-то определенную тему. Они идут домой, входят в интернет и видят, что такое сочинение уже кем-то написано. Они списывают его, приносят в школу или институт и выдают за свою работу. Уверен, большинство учителей скажут, что у таких учеников был выбор поработать и написать сочинение самим, а не копировать чужого. Но давайте эту тему оставим, поскольку мы подняли очень сложную проблему. Рассмотрим более простой вопрос. А именно, учителя сегодня должны решить, как оценивать таких студентов. Возможно, следует поставить им плохую оценку за то, что они так ловко обманывают. Нет. Нет, скажут другие. Нужно отдать им должное за то, что они умеют пользоваться интернетом. Вот здесь-то и возникает дискуссия, в основе которой лежит истина, что ничего абсолютного не существует, а все относительно. Но давайте изменим тему, поскольку не всем детям интересен такой предмет, как философия. Многим намного интереснее, скажем, футбол. Но и в футболе существует проблема выбора и этики. Не так ли? Представьте себе, идет игра. Сборная Украины играет против сборной Англии. Английский игрок ведет мяч, считая, что у него появилась возможность забить гол. Но вдруг между ним и голкипером появляется другой игрок. Наш герой оглядывается и видит, что итальянский судья не следит за игрой. Тогда он нарушает правила и забивает гол. Правильно ли это? Разве у него не было выбора, когда он принимал решение? Какую оценку вы дадите такому поступку? Это очень интересный вопрос. Пример действительно замечательный. Если мы хотим научить детей этики, то сначала должны заинтересовать их рассказом о правилах игры, как в футболе. Вы сами должны придерживаться определенных правил, а следовательно отказаться от какой-то части своей свободы. Если же вы нарушите правила, вас ожидает наказание. Кто-то вправе отрицать. Доктор Ленокс, разве не в этом суть этики? Если вам нравится играть в футбол, вы должны придерживаться правил игры в футбол. Если играете в хоккей, правила игры будут совсем другими. Но если вы играете в регби, как это заведено у англичан, то можете делать с мячом то, чего нельзя делать в футболе. Вывод таков. Именно в этом суть этики. Вы должны придерживаться тех правил этики, которые приемлемы вашему обществу. Другое общество может иметь другие этические принципы, которых оно и придерживается. Что вы скажете о такой аналогии? Можно ли утверждать, что этика подобна правилам игры? На первый взгляд, звучит достаточно выразительно. Но если следовать логике, то в одной культуре одни правила игры, а в другой другие, то, думаю, как раз здесь и могут возникнуть определенные проблемы. Возьмем крайний случай, поскольку именно это помогает лучше всего сосредоточиться на проблеме. Допустим, представители культуры А, каннибалы, считают, что есть людей, особенно врагов, это нормально. Что мы скажем о такой культуре? Это верно? Возможно, если нам не нравится есть других людей, то мы будем играть по другим правилам. Мне кажется, что представители культуры Б ожидают серьезные проблемы, если он решит посетить каннибалов. А может, вы считаете, что в конечном итоге это субъективный вопрос? Именно так я и считаю. Когда-то у меня был студент, он учился в университете. Назовем его Джон. Его учили, что этика определяется тем обществом, в котором ты живешь. Если твое общество считает, что его этика правильна, ты должен ее придерживаться. Другое общество не признает чужой этики и считает верной свою. Следовательно, твердых правил этики не существует. Как-то я привел Джону пример, о котором вы только что говорили. «А какого мнения о каннибалах вы?» Спросил я Джона. Он ответил, «Все окей, если для них это нормально». «Конечно, для меня есть других ненормально». Получается, если их этика требует этого, то для них это нормально. Следовательно, общество само решает, какими должны быть правила этики для каждого человека в отдельности и для общества в целом. Вы предложили ему посетить каннибалов? Нет, я этого не сделал, я знаю, что ему было бы там слишком тяжело. Каннибализм не единственный пример. Утверждение, что этика зависит от культуры общества, ведет к серьезным выводам. Например, толерантность одна из характеристик культурного релятивизма. Считается, что одна культура должна быть толерантной по отношению к другой. Значит, я как индивид должен быть толерантным по отношению к вам. Конечно, толерантность очень важная добродетель, и не только для этики как школьного предмета. Убежден, мы должны учить детей терпимости, но даже в этом возникают проблемы. Возьмем опять крайний случай, чтобы сосредоточиться на поставленном вопросе. Пол Потт, камбоджийский диктатор, считал правильным убивать миллионы людей только за то, что они носили очки. Он был убежден, что очки признак интеллектуалов. Для моей культуры убийство интеллектуалов не считается нормальным. Для его полностью оправданное явление. Проанализируем немного глубже. Получается, что моя культура требует от меня быть толерантным, а Пол Потт может быть нетолерантным. Да, он был очень нетолерантным, так как убил сотни тысяч людей. Следовательно, согласно культурному релятивизму, моя культура должна быть толерантной культуре нетолерантных людей. С моей точки зрения, здесь существуют внутренние противоречия. Разумеется, должен быть какой-то выход. Должны ли мы в таком случае вообще отказаться от релятивизма? Позвольте мне высказать свое мнение. Какое по-вашему определение толерантности? Я бы сказал, толерантность означает с терпением к кому-то относиться. Следовательно, это понятие заключает в себе определенную меру несогласия с кем-то или с чем-то. Если вы скажете, что терпите меня, это значит, что вы не совсем согласны со мной, но признаете за мной право иметь собственное мнение. Вы даже готовы в присутствии других подтвердить это мое право. Иначе говоря, вы намекаете, что толерантность может немного менять свое значение. Некоторые утверждают, что нельзя говорить другим, что они неправы, поскольку этим вы показываете свою нетерпимость к ним. Однако, если речь заходит о научных теориях, то весь научный мир стремится найти истину. Если же чья-то теория ошибочна, то ученые прямо говорят, что она ошибочна, потому что в физике результаты должны быть универсальными. Соответственно, культурного релятивизма в науке нет? Действительно, в науке это не совсем одно и то же. Ведь вы не собираетесь опровергать это, Джон? Вы же не станете утверждать, что существуют универсальные этические модели и ценности? Думаю, наука в определенной степени указывает нам направление. Вы абсолютно правы, подчеркивая, что в математике нет культурного релятивизма. представители разных культур, осведомленные в математике, скажут то же самое. Однако вернемся к вопросу этики. Правильно ли будет утверждать, что во всем мире существуют общие ценности? Иногда мне кажется, что важность существования различных этических систем несколько преувеличена, поскольку если речь идет об основных ценностях, таких как, например, честность это хорошо, а нечестность плохо, говорить правду хорошо, алгать плохо, преданность и дружба хорошо и так далее, то в нашем мире такие ценности можно найти везде, ведь подобные примеры существовали и во времена античного мира, который вы изучаете, не так ли? в связи с этим хочу рассказать вам известную историю, надеюсь, вы ее тоже знаете, это история об императоре, который считал, что между народами, особенно среди его подданных, не существует общих ценностей, как-то он позвал к себе две группы, представителей двух национальностей, он задал вопрос первой группе, «Если ваши родители умрут, вы их съедите?» «Ни в коем случае», ответили они, «Что же вы с ними сделаете?» «Мы положим их на похоронный костер и с благоговением сожжем». «Понятно», ответил император, потом он обратился к другой группе, «Сожжете ли вы своих умерших родителей на похоронном костре?» «Нет», ответили другие, «А что вы с ними сделаете? Мы их съедим». Это и есть доказательство культурного релятивизма, так? Вовсе не обязательно. Император так считал, поскольку не понял, что обе группы говорили об одном и том же. Когда умирал кто-то из родителей, к умершему нужно было отнестись с большим уважением. Его нельзя было мертвым нужно было оказать почести, а вот способы, как это сделать, были разными, но факт остается фактом. И те, и другие считали своей обязанностью отдать умершему посмертные почести. Именно это было общим между ними. Этот фактор является универсальной ценностью. Очень интересная история, но мне кажется, мы слишком углубились в дискуссию об отношении к умершим. Некоторым это может показаться довольно сомнительным предметом. Тем не менее, я хочу привести еще один пример того, как в давние времена чествовали умерших. Так, например, в Древнем Египте на умершего человека клали что-то вроде письма на папирусе. В нем говорилось о том, каким хорошим был этот человек при жизни. Это письмо или удостоверение, называли книгой умершего, своеобразным паспортом или пропуском в другой мир, мир умерших. Археологи обнаружили много таких писем. Они хранятся в нашем музее. В них можно прочитать много интересного. Например, я всегда честно взвешивал зерно, я был честным, я никогда не изменял своей жене, я не воровал. Мы сразу узнаем эти ценности, ведь именно об этом говорится в десяти заповедях. Хотя культуры могут быть разными. Их могут разделять тысячи лет, у них может быть разная география. Культуры могут отличаться своими традициями или чем-то другим, но моральные нормы остаются одинаковыми. Нам известно золотое правило относиться к другим так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. Этим правилом пользуются везде, а не только в иудаизме, христианстве или исламе. Это правда, Джон, но будем откровенны, дети усваивают этот принцип от родителей, который является источником добрых правил. И да, и нет. Хотя я считаю это верным. Что-то напоминает вам математику, не так ли? Но если вы убеждены, что 2 плюс 3 равняется 5. Конечно, эти знания передаются прежде всего от мамы и папы, которые, как я полагаю, должны быть заинтересованы в том, чтобы дать детям хорошее образование, а затем уже продолжает учитель. Я хорошо помню свою первую учительницу начальной школы. Она давала мне дополнительные домашние задания. Именно ее энтузиазм стал той искрой, которая зажгла мой интерес к математике. Я очень хорошо это понимаю. Однако, невзирая на то, что интерес передался мне от нее, есть в этом что-то более глубокое, независящее от нее. Как вы думаете, есть ли что-то подобное в этике? приведу такой пример. Один мальчик в классе ударил своего товарища. Потерпевший мальчик говорит своему обидчику, это несправедливо. Другими словами он говорит, ты должен принять правило, которое не зависит ни от тебя, ни от меня. Можно даже пойти немного дальше. Есть принципы, встроенные в человеческую психику. Это можно заметить во многих нациях. Когда человеку говорят, что он врет или делает что-то плохое, от таких слов он начинает краснеть. Возможно, он и не хотел бы краснеть, но это происходит автоматически. Человек краснеет от стыда, что его уличили во лжи. Но представьте, что вы пришли к близкому другу и говорите ему, что все сказанное им вчера было преднамеренной ложью. Как вы думаете, что он вам ответит? Он же не скажет, ну и что здесь такого? Я всегда говорю неправду. Вероятно, он станет оправдываться. вот почему так важно говорить правду и не обманывать. Любой возмутится, если ему станут врать. Внутреннее чувство справедливости? Именно так. Внутреннее состояние желания слушать только правду. А поведение? Не является ли поведение подсознательным, автоматическим свидетелем происходящего? Вы правы. Мы говорим о внутреннем моральном чувстве. Но достаточно ли этого? Нам это нравится. По крайней мере мне. В кабине самолета есть много различных приборов, помогающих пилоту не ошибиться. Если он попробует посадить самолет, не выпустив в шасси, сразу же один из многочисленных приборов предупредит его о возможной трагедии. Однако, невзирая на встроенные в управление самолетом механизмы, пилот сам принимает решение, следует доверять всем этим приборам или нет. Так и каждый человек имеет, образно говоря, встроенные в него принципы правильного поведения. говорить правду, быть доверчивым и так далее. Но если мы действуем вопреки принципам, нам по меньшей мере становится стыдно. Это голос совести? Да, если вам так нравится. Прежде чем что-то сделать, мы говорим себе, я не должен так поступать. Если кто-то об этом узнает, мне будет стыдно. Стыд не позволяет нам делать некоторые вещи. Мы чувствуем предупреждение благодаря таким встроенным в человеческие чувства механизмам. Но кто-то может возразить, а если этого недостаточно, могу ли я в любой ситуации положиться на эти так называемые принципы, встроенные в человеческую интуицию? Почему же я в таком случае не могу руководствоваться исключительно ими? Для чего мне все эти сложные системы этики? Полагаю, наши читатели заметили, в третьем томе мировоззрения мы говорим о практической этике, рассматривая все эти этические теории. Зачем нам все эти теории? Зачем они? Многие спрашивают, зачем нужны все эти теории? Почему мы не можем ввести себя в той или иной ситуации согласно нашим внутренним принципам? Представьте себе мать и ее ребенка. Мать любит свое дитя. Мать и отец понимают, что должны воспитывать своих детей. Это их обязанность. Но процесс воспитания часто требует от родителей применения дисциплины. Иногда нужно запретить ребенку делать то, что ему хочется, и напротив, заставить его делать то, чего он не хочет. В каждой отдельной ситуации родители должны принимать решение, как поступать. При этом они должны думать и о последствиях своих решений. Какова конечная цель этики воспитания? И вот здесь разные ученые предлагают различные системы этики, которыми следует руководствоваться. Какую главную цель в жизни мы преследуем? Возможно, нам следует поговорить о некоторых системах. Что вы на это скажете? Какая система наиболее доминирует в современном мире? Наиболее доминирует? Это просто. Наиболее доминирующей теорией, даже если люди не знают об этом, является утилитаризм. Он был предложен Еремеей Бентомом. В основу его теории был заложен принцип, согласно которому люди руководствуются двумя ориентирами. Желанием получить удовольствие и избежать страданий. Разумеется, нам нравится быть довольными и не нравится страдать. Следовательно, если мы хотим относиться к другим в соответствии с этикой, то должны вызывать максимальное удовольствие у наибольшего количества людей. В этом случае наше поведение будет этически верным. Понятно. Вы могли бы привести простой пример, который проиллюстрировал бы нам важность этого принципа. Как бы вы решили следующую задачу? У матери четверо, пятеро или даже шестеро детей, но только одна упаковка мороженого? мать мать желает достичь максимального удовлетворения у максимального количества детей, то она должна разделить мороженое между всеми поровну. Возможно, немного она могла бы оставить и себе. Я именно подумал об этом. Но как это сделать, если одному мальчику 9 лет, у него достаточно большой желудок, и он может съесть все мороженое, а другому лишь 4 года, и он не знает, сколько мороженого было бы для него достаточно. Вот суть практической ситуации, которую предстоит решить матери. Но это детали. Главное, что нужно, достичь максимального удовлетворения у максимального количества людей. Еще один пример. Правительство, контролирующее финансы страны. Как ими распорядиться с наибольшей пользой для людей? Какие категории населения нуждаются в большей помощи, а какие в меньшей? Утилитарный принцип очень полезен. Все признают его важность. Однако согласно этой теории, если вы хотите достичь максимального удовлетворения у максимального количества людей, вы не должны включать себя самого в это количество. Вы обязаны вести себя абсолютно бескорыстно. Даже если вы знаете о мороженом? Да, вы знаете о существовании мороженого, но добровольно отказываетесь от него. В таком случае можно считать, что вы абсолютно объективны. Вы делаете добро другим. Это действительно очень полезная теория. Еще один пример. Работник социальной службы распределяет пособия. Вы верите в то, что он абсолютно честный человек, потому что выдавая деньги бедным, ничего себе не возьмет. Не так ли? Эта история очень привлекательна, особенно когда следует принять этически верное решение. Я должен обдумать, кому мое решение принесет удовлетворение, а кому страдание, и исходя из этого принимать решение. но я бы пошел дальше. С моей точки зрения, эта теория нуждается в некотором совершенствовании. В определенных ситуациях, если не во всех, могут возникнуть серьезные трудности. Со студентами мы часто рассматриваем такую ситуацию. Допустим, у нас есть группа людей. Это достаточно известные люди, но они очень больны. Одному нужна новая почка, другому новая печень, третьему нужно сделать пересадку сердца и легких. Это могло бы спасти их жизни. А теперь рассмотрим ситуацию, основываясь на принципе максимального удовлетворения для максимального количества людей. Один из указанной группы премьер-министр, другой выдающийся хирург, третий известный бизнесмен. Многие люди зависят от них. Они делают много хорошего. Возможно, чтобы спасти жизнь всем троим, нужно взять здорового мужчину лет двадцати и отдать его почку одному, печень второму, сердце и легкие третьему. Не к этому ли ведет утилитаризм? Можно мне пойти еще дальше? Да, если сможете. Попробуем считать принцип не причислять себя к максимальному числу людей как один из основных принципов теории утилитаризма. Рассмотрим другую ситуацию. Представьте, что я пожарный. Меня вызвали на пожар в больнице. Я поднимаюсь по лестнице и вижу вся комната уже охвачена огнем. Там два человека. Главный хирург больницы и секретарша. Огонь настолько сильный, что я могу спасти лишь одного из них. Как следует действовать в такой ситуации согласно принципу утилитаризма? Очевидно, нужно спасать хирурга, потому что он сможет еще многих вылечить. И хотя секретарша сама по себе хороший человек, я должен ее оставить. Следовательно, ее жизнь ничего не стоит. В добавлении к нашему сценарию, допустим, что секретарша моя жена. Вы утверждаете, утилитаризм учит, что я должен спасти хирурга и забыть о своей жене? Ну, вы выбрали очень сложный случай, доктор Ленокс. Слишком сложный. В таком случае, есть ли смысл в этой теории? Да, я вас понимаю, но позвольте привести не менее уместный пример. Ученые медики изучают эмбрион. В результате экспериментов погибает множество эмбрионов. Но как много можно сделать на основе этих экспериментов? Врачи могут найти способ лечения болезни Альцгеймера или других неизлечимых болезней. Разве это не оправдывает действия ученых? Полагаю, это еще более усложняет проблему. Ведь разрушая эмбрион, вы вместе с тем убиваете человеческую жизнь, что ведет к более глубокой проблеме. Нашему отношению к человеческой жизни вообще. Мы детально рассматриваем эти проблемы в наших книгах. Но давайте остановимся на ценности человеческой жизни как таковой. Мне кажется, утилитаризм сталкивается здесь с большими трудностями. Я говорил о них раньше. Существуют ли другие теории, отличающиеся от утилитаризма? Должен вам сказать, Джон, существует популярная система этики, разработанная Эммануилом Кантом. Кантом? Известным философом? Да, он был признанным философом. Возможно, он нравится вам больше, тем не менее, что он отстаивал. Насколько мне известно, Кант утверждал, что мотивация основной фактор при определении этики. Он решил проблемы утилитаризма относительно принципа удовлетворения. Он утверждал, что человек должен действовать по принципу рациональности. и вы считаете эту точку зрения достаточной. Какого вы мнения о таком утверждении? Одна из позитивных сторон теории Канта, делающая ударение на рациональном поведении, заключается в том, как мы относимся к людям. Кант говорит, что нельзя рассматривать человека только как средство достижения цели, но как саму цель. С вашего позволения, минутку. Например, я беру такси, чтобы добраться до аэропорта. Следовательно, водитель это средство, которое поможет мне в этом. Меня вовсе не интересует его семья или его проблемы. Он средство достижения моей цели. Но Кант говорит, никогда не относитесь к людям как средству достижения цели. Несомненно, это верно. Возможно, в этом заключается какое-то противоречие. Дело в том, доктор Ленокс, что Кант объяснял все на основе принципа рациональности. Он говорил о категорическом императиве. Рассмотрим следующий пример. «Для владельца магазина категорический императив, что он не в силах изменить. Это необходимость так вести дела, чтобы это было выгодно для его клиентов. Именно поэтому он и занимается бизнесом. Это его обязанность. если он снизит цены, чтобы привлечь больше покупателей в свой магазин, то, я думаю, немногие скажут, что его действия нравственно неоправданы, и он руководствуется собственными эгоистичными интересами, а не интересами клиентов. Поэтому некоторые считают, что Кант делает слишком большое ударение на рационализме. До сих пор мы рассматривали утилитарную теорию и кантовский императив. Но мне кажется, что иногда бывает достаточно трудно найти рационализм в его чистом виде. Другие системы этики? Я вас поддерживаю в этом. Я думаю, строить этику только на основе рационализма будет ошибкой. А что бы вы прибавили к этому? Какая основная составляющая рационализма? Нам следует думать вот о чем? Мы должны учить школьников и студентов умению отвечать за свои решения. Нам нужно учить их мыслить, а не действовать, основываясь на импульсе. Пытаться быть рациональным только на основе рационализма будет просто негуманно, потому что существует кое-что выше рационализма. Это любовь. Мы должны любить людей, а любовь нерациональна. У нее другие свойства, которые будут руководить нашими этическими решениями. Знаете, есть много людей, безразличных к рационализму. Например, я иду в банк и говорю его руководителям, господа, вы разоблачены, вы использовали деньги вкладчиков для рискованных финансовых операций. Они могут ответить, а почему бы и нет? Потому что это нерационально. Да, вы получаете большие прибыли, но тем самым разрушаете национальную экономику. Это потому, что они руководствовались корыстными интересами. Возможно и нет, ведь то, что они делали, нерациональное поведение. Знаете, что мне может ответить банкир? Меня абсолютно не интересует ваш долгосрочный рационализм. Я заработал полтора миллиона долларов и положил их там, где никто не заберет их у меня. Я это сделал и мне не нужен ваш рационализм. Что бы вы ответили ему? Как я понял, вы сделали особое ударение на любви и неравнодушие. Есть ли другие системы этики, где главное место занимали бы любовь и неравнодушие к людям? Да, есть много других систем этики, больших и малых. Одна из них называется контракторианизм. Эту теорию впервые предложили греки. Они были убеждены, что она имеет отношение ко всему человечеству. Греки утверждали, что вначале все люди жили в лесах и вели себя как звери. Воевали друг с другом, убивали друг друга, ели друг друга и прочее. Разумеется, условия жизни были просто ужасными. Но вот первобытные люди вышли из лесов, стали организовываться в общество и учиться жить вместе. Они поняли, чтобы жить мирно как одно общество, нужно придумать общее правило и сделать так, чтобы все согласились с ними. Ведь если вы хотите жить в городе, вам следует придерживаться правил. Так было в Древней Греции. Именно так. Это касалось и некоторых демократических обществ, например, античных Афин. Если бы вы захотели жить в этом городе, вам нужно было бы придерживаться его правил и законов, даже если бы вам это было не совсем удобно. Но ради мира и гармонии в обществе вы должны были бы покориться. Неплохой рецепт, не так ли? Расскажите об известном случае из истории Древней Греции. С удовольствием. Ведь это классическая тема. Конечно, конечно. Которую вы исследуете. Сократ, как гражданин Афин, строго придерживался правил и законов города. У него была привычка ходить и задавать разные вопросы людям, считающим, что они мудры и много знают. Как-то он спросил правителей города, что такое справедливость. Они ответили «Это очень просто» и стали объяснять ему, что справедливость это и то, и другое. Сократ задавал им дополнительные вопросы, и в результате они были вынуждены признать, что вовсе не понимают, о чем идет речь. И тогда они смутились? Они рассердились и бросили его в тюрьму, обвинив в развращении молодежи. Сократа приговорили к казни. Среди его учеников были очень богатые люди, которые могли подкупить представителей власти и спасти его от смерти. Но Сократ отказался. «На протяжении многих лет я был гражданином Афин», сказал он, «и теперь не хочу злоупотреблять своими преимуществами. если мне не нравятся законы, принимаемые правителями города, это не значит, что я унижусь до того, чтобы давать взятки за свое освобождение. Я до конца буду придерживаться законов моего города, даже если мне придется принять смерть». Позиция Сократа была чрезвычайно поражающей и благородной. Но давайте оставим Сократа на несколько минут и вернемся к контракторианизму. Безусловно, такой принцип был бы очень полезным и для современного общества, ведь он помог бы поддерживать мир и гармонию между людьми. Но вместе с тем и здесь возникают трудности. Мы уже убедились, все системы этики имеют как свои преимущества, так и свои недостатки. Представим, что я живу в Германии, когда к власти пришел Гитлер. Почему я должен оставаться в такой стране? Я мог бы продолжать там жить, но только в том случае, если бы в силу вступили какие-то высокие цели. Существуют стандарты, которые не зависят от общества. В противном случае, человек оказывается как бы в ловушке. Как это случилось с Сократом, считавшим себя зависимым от законов своего общества? Ваш пример печальный урок истории, профессор Ленокс. Во многих странах время от времени происходит нечто подобное. «Такие люди, как Гитлер всегда считали, что править страной можно лишь с помощью неслыханных преступлений, якобы помогающих поддерживать мир и благополучие в обществе». Возникает вопрос, должны ли мы протестовать против таких правителей и их законов. Конечно, цена такого протеста слишком высока. В истории человечества можно найти много таких стран и обществ. Мы с вами говорили, что существует много различных систем этики. Например, теория добродетелей, о которой мы еще не упоминали. все эти системы имеют как позитивные, так и негативные стороны. Главное заключается вот в чем. Рассказывая своим ученикам о разных теориях этики, нужно показать, как они повлияли на развитие интеллектуальной истории мира. В течение последних 40-50 лет философы единодушно утверждают, что все большие теории этики имеют как преимущества, так и изъяны. Тогда возникает вопрос, для чего вообще нам нужны все эти теории? Попробуем сосредоточиться только на одной, на этике добродетели. Вам нравится эта теория, не так ли? Да, она мне достаточно приятна. В чем заключается этика добродетелей? Попробую объяснить суть этой теории. Вспомните одну из женщин вашего общества, которую уважают люди за ее хорошие дела, принципиальность, заботу о бедных и тому подобное. Смотрите на нее, учитесь у нее всем этим добродетелям, а также тому, как нужно пользоваться ими на благо людей. Во всех ситуациях пытайтесь подражать ей, буквально копируйте ее. И этого будет достаточно. Вот все, что вам нужно делать. Не окажемся ли мы в заколдованном кругу? Я буду копировать эту женщину, потому что она добропорядочна. Но как я могу быть уверен, что она действительно добропорядочная личность? Да. Я понимаю. Например, ко мне подходит миллионер и дает мне миллион фунтов стерлингов. Что мне с ними делать? Он мне говорит, пойдите в самый известный художественный салон в городе и купите себе наилучшую картину. Прекрасно. И вот я прихожу туда, смотрю на все эти картины, но я очень плохо разбираюсь в искусстве. Я не понимаю, какая картина хорошая, а какая плохая. Обратитесь к специалисту. Да, мне надо обратиться к специалисту. А если он не согласится? Существенное замечание, но, допустим, я все же приобрел картину, принес ее домой и меня спрашивает, почему я выбрал именно ее? Отвечаю, потому что специалист посоветовал именно ее, он сказал, что это наилучшая картина. А почему он тебе так сказал? Я не знаю, я просто слепо ему доверился. Конечно, такая аргументация не может быть достаточной, не так ли? Мы должны знать, почему тот или иной человек считается добропорядочным, а не слепо ему подражать. Вот как раз этот вопрос мы рассматриваем детально в наших книгах. В обсуждении содержания наших книг мы подошли к моменту, когда можем сделать вывод, что этика в конечном счете зависит от человеческих ценностей, в особенности от нашего понимания ценности человеческой жизни. В чем заключается ценность человека? Его значимость? Почему мы несем моральную ответственность за наше решение подражать тому или иному человеку? Профессор Ленокс утверждает, что мы несем ответственность за нашу планету, следовательно, должны правильно использовать ее ресурсы, чтобы они приносили пользу не только нашим детям, но и грядущим поколениям. Я хочу спросить его, как можно заставить человека нести ответственность за нашу планету? Почему я не могу пользоваться ее естественными богатствами для удовлетворения только своих потребностей и нужд моей семьи, а все проблемы оставить другим людям или будущим поколениям, которых я никогда не увижу? Что вы на это скажете, доктор Ленокс? Мне кажется, профессор Гудинг, вы снова затронули очень серьезный вопрос. Ведь многие люди, особенно среди молодежи, которым надоели разного рода ограничения, вообще не задумываются над будущим нашей планеты. Их тревожит лишь одно, как удовлетворить собственные желания. Мой ответ на ваш вопрос будет следующим. Наш подход к решению подобных глобальных проблем не может базироваться на личных интересах. Ранее вы говорили о банкире, денежные махинации которого стали причиной финансового кризиса в стране. Интересно то, что он даже не представлял себе, что разрушая банковскую систему пострадает первым, потому что прекратится денежный поток в его банк, и в конечном итоге он станет банкротом. Вот почему так важно, чтобы люди понимали, насколько опасно для всего общества такое поведение, когда человек, пренебрегая всеми этическими нормами и предостережениями, делает то, что ему хочется. воспринимается. Вспомните случившееся не так давно в Германии, когда студент расстрелял нескольких учителей и целую группу школьников. Возможно, он так развлекался. Кое-кто был готов даже стать заложником, только бы преступник никого больше не убил. Вот к чему может привести желание отбросить все запреты и ограничения. Но поразмышляем над вашим сложным вопросом. В конце концов, ответ на него содержится даже в названии нашего трехтомника «Человек и его мировоззрение». Вы правы. Этика зависит от человеческих ценностей, а ценности определяются нашим мировоззрением. Это наши ответы на большие вопросы, которые ставят перед нами жизнь. Что такое человеческая жизнь вообще? Какова ее ценность? Какова ее цель? Что находится за пределами нашей Вселенной? Вот суть вещей. В наших книгах мы рассказываем о материалистическом мировоззрении, очень популярном в современном обществе. На ваш вопрос, в чем заключается ценность человеческой жизни, материалистическое мировоззрение, дает такой ответ. Человек это материальное существо, которое является результатом бессмысленных, никем не управляемых естественных процессов. Вот основная этическая сторона этой философии. Недавно в Оксфорде я беседовал с известным специалистом в области генетики и гинекологии. мы говорили об экспериментах с эмбрионами. И вот что сказал мне этот профессор. Так в чем же проблема? Ведь эмбрион это не что иное, как простой набор молекул. Почему мы не можем делать с ними то, что считаем нужным? Я ответил, вы так считаете с точки зрения вашего мировоззрения, потому что сказанное вами чистый материализм. Но посмотрите на его последствия. Другой профессор из Оксфорда Ричард Докинс, специализирующийся на общественном понимании науки, утверждает, что за пределами Вселенной вообще нет ничего кроме слепых процессов, которые там происходят. В своих утверждениях он пошел еще дальше. С его точки зрения Вселенная это именно то, что мы надеемся увидеть. В ней нет никакого плана и замысла. В ней нет ни добра, ни зла. А ДНК это просто танец молекул. В таких взглядах мы вряд ли увидим этику, основывающуюся на мировоззрении. Такое мировоззрение полностью исключает даже возможность существования этических ценностей. Если мы действительно лишь материальные существа, как утверждает этот профессор, тогда вообще отсутствуют такие понятия, как добро и зло. Если я правильно его понял, то Пол Потт и студент-убийца из Германии это просто танец ДНК. Следовательно, мы не можем их даже обвинять. К сожалению, я замечаю, что это материалистическое мировоззрение находит много сторонников и в научных кругах. Например, Принстоне. Питер Сайнер утверждает, что человеческие существа это просто животные, ни больше и ни меньше. И почему мы должны относиться к ним как к чему-то особенному? Отсюда вывод. Младенец, особенно если он родился с каким-то дефектом, имеет меньшую ценность, чем собака или мартышка. Знаете, что он предлагает? Выдавать родителям лицензию, согласно которой они могут убить своего ребенка, если в течение месяца у него проявится какой-то дефект. Мне кажется, профессор Гудинг, что материалистическое мировоззрение серьезно обесценивает человеческую жизнь. Вот почему так важно, прививая ученикам принципы этики, показывать, как тесно этические ценности связаны с мировоззрением. Абсолютно с вами согласен. Думаю, профессор Докинс экстремальный случай, но я согласен с ним, когда он говорит, что в прошлом веке человек достиг удивительного научного прогресса. Достижения ученых просто поражают. И неважно, верят они в Бога или нет. Люди могут запустить спутник на Марс и Юпитер одним нажатием кнопки могут контролировать определенные процессы на расстоянии тысяч миль, получать фотографии других планет и прочее, прочее, прочее. Согласитесь, человек замечательное существо. Но я также соглашусь с вами относительно того, каким ужасным может быть поведение человека. 20 век – особое время в истории человечества. Ни в одном предыдущем веке человек не сделал такого огромного научного прорыва, как в этом. и я это приветствую. И тем не менее, в истории человечества не было такого века, как 20-й, когда бы люди убивали друг друга в таких поражающих масштабах. Следовательно, с человеком что-то не так. Профессор Ленокс, возможно, наши ученые с помощью генной инженерии или экспериментов над человеческим мозгом могут исправить все ошибочное, что есть в человеке и сделать его совершенным существом, каким он и должен быть. Это правда? Не думаю, что это верно. То, что я пытался доказать несколько минут назад, вовсе не означает, что я сторонник материалистического мировоззрения. Я просто утверждаю, между этикой и мировоззрением существует тесная связь. Как ученый, я полностью согласен с вами. Люди замечательные создания. Достижения человека поражают. Какие прекрасные картины Вселенной мы получили благодаря телескопу Хаббл. исследования действительно имеют большую научную ценность. Все это убеждает, что наша Вселенная удивительна. Но вы правильно заметили, 20 век был веком как огромного научного прогресса, так и всеобъемлющего зла. Вы считаете, что ученые могут это исправить, но на мой взгляд, это выходит за пределы науки. Потому что наука не может совладать с вопросами нравственности и этики. Например, наука не может сказать, что яд, который вы положите в чашку с чаем для вашей бабушки, убьет ее. Другими словами, наука не может сказать вам правильный ваш поступок или нет. Поэтому возникает главный вопрос. Существует ли что-то вне науки? материалисты утверждают, что Вселенная это все, что есть. Это их мировоззрение. Но существует и другое мировоззрение, противоположное материалистическому, и исходит оно из тех причин, о которых вы только что говорили. Хорошо, очень хорошо. Следовательно, вы иначе смотрите на научные эксперименты на мозге. Если человеческий мозг является простой машиной, электрической машиной, или же соединением химических элементов, то путем экспериментов разного рода интервенций в мозг человека ученые могут влиять на его поведение, это так? Да, но вместе с этим возникает проблема. И страшнее всего то, что изменяя наш мозг, ни один ученый не сможет сказать, что верно, а что нет. кто из ученых может сказать о последствиях таких экспериментов? Нет нужды долго искать примеры, чтобы увидеть, какая огромная пропасть кроется в философиях, пытающихся переделать человеческие существа. Еще совсем недавно нацисты хотели изменить человечество по арийскому образцу. Это была основная идея их программы. Программа формирования нового человека была и у Сталина. С этой целью он хотел использовать науку. Его попытки переделать человека привели к самой страшной кровавой резне 20 века. Разве все эти события и факты не указывают на необходимость вмешательства чего-то или кого-то из-за предела нашего мира. Материализм отбрасывает существование Бога. Но есть другое мировоззрение, утверждающее, что наш мир – это еще не все. Вы согласны с этим? Получается, вы один из тех, кто утверждает, что смерть человека еще не означает для него конец. Я считаю, такая мысль одна из вероятностей, которую нужно серьезно изучать. Изучая историю философской мысли, мы увидим, что кроме материализма существовала другая, не менее популярная теистическая мысль о том, что Бог существует. Разве эмбрион человека. Мысль, высказанная мною ранее, заключается в следующем. Если считать человека простой машиной или продуктом слепых процессов, то вы так и будете относиться к нему. Например, если мой компьютер плохо работает, я могу в крайнем случае применить к нему молоток, после чего выбросить в мусор. Многие лидеры прошлого именно так и делали. Тогда в чем же настоящая ценность человека, отличающая его от животных или обычных предметов? В иудейской и христианской традициях существует мировоззрение, в котором доминирующей остается теория, что все люди созданы по Божьему образу. Именно в этом, как я считаю, существует прямая связь между мировоззрением и этикой. Все очень просто. Если вы будете видеть себя не продуктом бессмысленных процессов, а человеком, созданным по Божьему образу, то это, полагаю, вызовет у вас чувство достоинства. Отсюда вывод. Я также должен быть очень осмотрительным по отношению к вам. достоинствам. Да, я думаю, что это так. Но давайте вернемся к древним грекам, таким, как Сократ и Платон. Их суждения можно найти и в христианстве, хотя и в несколько измененном виде. их вера в то, что смерть не является концом всему, имеет очень большое значение для этой жизни. Что-то похоже на Лукреция из древнего мира. Лукреций известен как древнеримский поэт. Он был приверженцем теории атомистики, которую за несколько веков до него разработали два человека, Лев Кип и Демокрит. Они утверждали, что Вселенная состоит из атомов и пространства. Похоже, что и человек, говорили они, состоит из атомов и пространства. И когда он умирает, его тело распадается на атомы, из которых оно было создано. Потом эти атомы проникают в другие предметы, например, в траву или во что-то другое, где они себя хорошо чувствуют, хотя сам человек перестает существовать. Лукрецию очень понравилась эта теория. Он написал пять поэтических сборников об атомистической теории. В своей первой книге он объяснял, почему это так ему по душе. Он говорил, что если эта теория верна, то после смерти не будет так называемого суда и его возможных последствий. Однако это, конечно же, еще не все. если верить вашему профессору Докинзу, то миллионы людей, живущих сегодня на земле, так никогда и не встретятся со справедливостью. Именно это я и хотел сказать. Если верить Лукрецию, то справедливости не существует. Почему же эта теория так ему понравилась? Это еще раз подчеркивает насколько важны понятия нравственности и справедливости. И не только потому, что тысячи людей жили в условиях ужасной несправедливости, умерли и не встретят справедливости в потустороннем мире, потому что, как утверждает атеистическая теория, вечной жизни нет. Тоже можно сказать и о миллионах живущих сегодня. Какие же мрачные перспективы у тех, кто защищает теории, подобные Докинзовской? Верно. Мне кажется, что все, о чем мы здесь говорили, указывает на существование взаимосвязи между этикой и мировоззрением. Что же касается материализма, то его идеи и понятия лишают нас даже возможности увидеть справедливость, в которой так заинтересовано большинство людей. Мировоззрение теизма с его концепцией жизни после смерти и суде дает надежду на то, что справедливость все же существует. В наших книгах мы как раз и анализируем оба эти мировоззрения параллельно с другими, показывая развитие мысли на протяжении веков, а также этические последствия мировоззрения. Существует много и других мировоззрений, например, пантеистическое, представленное индуистской философией. В наших книгах мы говорим и об этом. Наша дискуссия о различных мировоззрениях подводит нас к очень важной теме, о которой мы хотели бы еще поговорить. Из большого разнообразия существующих мировоззрений мы выделяем три главных, о которых и говорим в наших книгах. Но как узнать, что все они верны или одно верно, а другое нет? Знаем ли мы что-либо об этом вообще? Вот здесь-то и подходим к самой трудной части в наших книгах. Коллега, вы согласны со мной? Вы правы. Во время обсуждения содержания наших книг, мы рассказали о различных теориях этики, их сильных и слабых сторонах. Но при таком количестве разных взглядов, теорий, систем этики, у вас может возникнуть справедливый вопрос. Какая же из них верная, а какая нет? Что в одной и той же теории верно, а что нет? Дело в том, что многие люди в настоящее время считают, что в конечном итоге все зависит от веры, то есть во что мы верим, а не от здравого смысла и доказательств. Таким образом, ни одна система этики ни в чем не дает уверенности. Что вы скажете на это, профессор Ленокс? Это очень серьезная тема. Почему мы рассматриваем ее более детально в наших книгах? Немало людей считает, что знание и вера два противоположных понятия, что в науке задействован ум, а вера это то, что имеет отношение к религии и тому подобное. следовательно, вера не имеет значения, но как ученый я заявляю, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Я убежден, наука нуждается в вере, потому что вера очень важный фактор в науке. Своё мнение я проиллюстрирую. Чтобы заниматься наукой, нужно прежде всего поверить, что Вселенную возможно познать, что она доступна человеческому разуму, по крайней мере, части человеческого разума. Иначе говоря, Вселенная может быть рационально познанной. Много лет назад мой преподаватель квантовой механики в Кембридже говорил, что физика и наука в целом не способны разумно объяснить Вселенную. Если с самого начала вы не поверите в то, что ее можно познать. Таким образом, вера и разум работают вместе. Но попробуем спуститься с высот науки и посмотрим на экономический кризис. Мы увидим тоже. Люди говорят, что потеряли доверие к рынку. Люди потеряли доверие к банкам. Как вернуть их веру? Разум подскажет им. Вера возвратится, когда люди увидят доказательства того, что их деньги и банки работают вместе. И наоборот, если я пойду в банк, чтобы взять большой кредит, менеджер постарается узнать, можно ли доверять мне? Для этого я должен буду предоставить довольно весомое доказательство, на которых он будет строить свою веру. В своих книгах мы пытаемся научить людей мыслить, чтобы потом на основании рассуждений, доказательств и свидетельств они могли выбрать такое мировоззрение, которое поможет им нести жизненную ношу. Как вы считаете, будет ли такой подход правильным выводом из всего вышесказанного? Конечно, я согласен с вами на сто процентов. Вера это вовсе не то, как сказал один циник, чтобы верить в невозможные или сомнительные вещи перед завтраком. Вера зависит от очевидности и свидетельств. Но, как верно вы заметили, доктор Ленокс, имея свидетельство, мы должны доверять этому свидетельству. Таким образом, вера и разум не противоположные понятия. Они дополняют друг друга. Благодарим, уважаемые дамы и господа, за возможность таким образом рассказать вам о наших книгах. Мы понимаем, что не смогли ответить на все вопросы, которые сегодня у вас возникали. Но намного лучше у нас получилось в книгах, где мы попытались дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Надеемся, наши книги будут служить вам тем стимулом, который поможет мыслить. Мы никого не принуждаем разделять наши взгляды. Мы просто проанализировали различные точки зрения и изложили вам свои. Благодарим еще раз. Надеемся, вы прочитаете наши книги с удовольствием, и они помогут вам в вашей преподавательской деятельности. Господа, по вопросу распространения этих книг в Украине, а также обсуждения их содержания, мы имеем большую честь и удовольствие работать вместе с Международным фондом, у которого такое же название, как и у написанного нами трехтомника «Человек и его мировоззрение». Желаем успехов в вашей работе. Хотим еще раз подчеркнуть, что для нас большая честь работать с вами здесь, в Украине. Нам очень было приятно видеть в школах, университетах и педагогических институтах большой энтузиазм, с которым вы обучаете молодежь. Большое спасибо. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.